немножко о своих занятиях ну скажем спортом кавычках идет 66 год у меня такое впечатление вообще не знаю как у кого чтобы не развалиться вот чтобы не развалиться что можно развалиться в любое время а я еще умудряюсь нормально ходить еще гири поднимать выступать и тренироваться с надеждой на увеличение результата так хотя бы немножко для себя показать показать самому себе что что ты еще что-то можешь что-то знаешь вот поэтому там какие-то упражнения особенно рывок и толчок одно дело это когда ты движение делаешь с так называемым свободным весом вот плавно без всяких ускорений то есть ты там жмешь подымаешь тянешь это смотря в каких положениях и совсем другое поднимать врывки и толчки где во время подрыва нагрузка возрастает на суставы я думаю как минимум раза три то четыре возрастает потому что настолько мощное движение происходит когда ты наработал такие ударные плющащие суставы лишь позвоночные диски что в молодости это еще когда там спина новенькая так скажем это вполне допустимо и как правило человек ну выполнивший норму мастера спорта хотя бы мастера спорта и выше какая-то травма добыла и чаще всего это именно связано с позвоночником и начинает заниматься в рывком и толчком зная все эти особенности пройдя через все это имея уже травмы наработанные в молодости ну это просто неразумно неразумный поступок то есть сейчас я хожу хожу даже бегаю никаких ограничений не чувствую плане ходьбы передвижений и самочувствие и занятия занятия в рывки и толчки естественно все это повернуть повернуть вспять а я помню 2016 год когда я по собственной глупости занимаюсь там неправильно гравитационной гимнастикой дома надо на две ноги сразу делать то есть чтоб все было симметрично я на одну так перекосил свой таз что потом что то там было то ли размозжение то ли еще что то что я спал дня три ногами вверх вот никакого положения не не помогал ногами вверх я спал и дальше отходил это что ты там прошла там неделька и все опять отходил очень очень долго появился страх что какое-то там движение неловко хотя спина опять разболится и вот такие вот мысли тебя преследовали года года наверное да и сейчас есть опасение но первые два года это значит какой там 17 18 это все было очень и очень свежо вот ты боишься то или иное движение сделать наклониться поэтому то что я сейчас имею это я считаю огромным для себя прогрессом то есть можно было уже на этом в 2016 году все это дело закончите и там где-то инвалидом быть а ты еще тут шебуршисься прогрессируешь поэтому поэтому вот это занимаюсь и радуюсь тому что я что я регулярно хожу час в день вот регулярно несмотря на то что я проснулся сегодня поздно я 7 от мина выпил и дальше чуточек посидел без всяких там завтракал и пошел вот сейчас я хожу прошел уже восемь минут то есть я этим можно даже сказать горжусь далее у меня опять таки вот слово такое ужасно болели плечи плечи болели особенно ночью ты ложишься уровень более-менее нормально начинаешь засыпать раз заныло в плече лево меняешь положение вроде бы все опять засыпаешь вправо меняешь положение левое правое левое право и так всю ночь смотришь на простынь она в трубочку сворачивается из-за того что ты как у жака под вилами вертись плечи до сих пор побаливает но то что было раньше это что было сейчас это две большие разницы и я вот занимаюсь прогрессирую и от тренировки к тренировке вы можете наблюдать что я жму как с гантелями так и со штанами все больше и больше веса а при этом боли становится все меньше и меньше вот что интересное и возможно возможно процентов наверно на 90 это то что правы те люди которые говорят что вот произошло там соскальзывание сухожилия с со своего места там то ли бицепса то ли еще какой-то связки с правильного места на другое что я поделать это вот упражнение но не такой вот вот такой вот и раз стал чувствовать себя намного лучше да имеется там треск как в суставе левом плечевом так суставе правом но правом не всегда левом практически всегда но то что было я не мог вот так руку поднять вот вот так понимаете вот так теперь ее поднимаю по всякому по всякому я ее поднимаю оттуда и отсюда и вот так вот больно было это какой-то кошмар когда вы не можете делать какие-то простые обычные движения и вы думаете что ж такое то что же делать как же делать как же дальше жить и тем не менее так 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 особенно знаете за больно было ощущать движение плечевых суставов когда ты застегиваешь элемент безопасности машине то есть вот отсюда ты берешь его и вот сюда тебе надо отсюда взять сюда положить вот это у тебя вызывала во первых какая-то была туго подвижность а во вторых вызывала боль потом если заняться опять-таки тяжелый атлетик я вспоминаю рассказ тараненко вот он уже установил все свои рекорды все там сделал работал в индии тренером приехал домой там в отпуске тут его встречают кто-то там из спорткомитета говорит леонид выручай корловича поймали на допинге дисквалифицировали некому выступать ну давай 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 он говорит так я себя более-менее нормально чувствовал ничего не это не побаливала ну думаю займусь и как только пошли веса более-менее солидные говорит все эти травмы вернулись назад вот такие то дела с этим так что пока весов нету а что-то такое было вообще детская все это приятно и хорошо как только что-то уже более-менее солидная нагрузка опять таки вот мы там тянем те же 100 килограмм которые в тяжелой атлетике ничего не дают и в руки не в толчке с подрывом на подрывы при таком правильном подрыве мощным который нарабатывается у мастеров и выше наружка возрастает я так думаю где-то как минимум все-таки в три раза настолько мощно все это делается вот естественно что там было сразу же это начнет да а себе давать знать тем более с возрастом мы не знаем что там какие-то там дегенеративные изменения произошли нашем организме они произошли это это однозначно мы стареем изнашиваемся ткани делаются совершенно иные гормонов не хватает который все это дело укрепляет и начал заниматься ты просто-напросто разломаешь свой организм легко и просто при очередном подрыве так сплющишь позвонок поясничном отделе что что боли бывают такие кстати испытал такую боль и они слышал но не это не испытывал а тут совершенно случайно причем я испытал на таком тренажере который просто педали давишь ходишь какой-то там не вела тренажера как-то называется по-другому вот стоит у меня что она так прострелила что ты стоять не можешь ты просто падаешь от боли пойти падаешь вот поэтому я вот рад тому что что я имею что я еще прогрессирую там на свой собственный лад что это делаю более-менее регулярно вот этому я очень рад и что-то действительно там показывает доказывать то что уже было давным-давно показано доказано причем у меня было дважды первый раз наиболее серьезное я уже рассказывал это спорт ротик когда мне сделали аппендицит и меня хотели отправить в часть из портреты то есть на этом все заканчивалось и вот представляете аппендицит там восстанавливается практически начинаешь опять-таки с нуля просто те наработки которые были не естественно восстанавливается побыстрее и вот я где-то октября ноябрь и там середину декабря если не до двадцатых чисел вот эти три месяца пропахал и понял какая должна быть нагрузка чтобы такой был знаете прогресс капитальный и вот как раз это на соревнованиях числа 25 27 декабря 74 года я выполнил норму мастера спорта вот такой был случай потом потом следующее у меня было когда после этого я попер 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 начал уже так солидные веса 190 на 200 килограмм и на весе 202 когда брал его на грудь то у меня получилось так что штанга легла неровно на грудь и стала вперед смещаться локти уткнулись в колени в седе и начали выворачивать кисти рук естественно там какие-то смещение когда ты так наклонился когда там те в нижнем следе в дугу она там согнула что-то произошло в спине ну вот как-то в этих суставах значит этих лучезапястных кистевых все это прошло довольно таки быстро а у спине нет и получилось так что это как раз было это как раз было где-то так 75 год наверно это был уже 76 то ли январь то ли вот так вот это ли февраль вот такие вот такие-то года и такие-то месяца и весной надо выступать а мы как раз взяли на сверхсрочку где-то там на округе а я приехал и 100 килограмм не могу потянуть ну естественно меня с треском выгнали не вникаю подробности и вот мне уже пришлось по-настоящему восстанавливать себя вот этот спину как-то уже приседать побаивался больше на спину на спину на спина стала можно сказать уникальная до сих пор когда я оторвал и толкал я почувствовал что спина тут еще может дернуть будь здоров выдержат межпозвоночные диски и вот я восстановился и в каком году 97 98 90 98 я уже показал результаты 155 рывок 190 толчок в точке мог бы побольше но получилось так что я тренировался вот тут особенности тренировок тренировок на различных грифах я на советском тренировался а в шахтах мы выступали на штанге берг у нее гриф помягче будет вот в руке это еще не сказывается а в толчке груди особенно сказывается что первый подход 180 я так это чуть ли не в стойку вот такая чувствую мог и в стойку затянуть 180 килограмм раз полупресет а вскочил только раз присел вот как обычно на этой штанге на дубовая вот и толкаешь а тут присел а она как на груди заходит у тебя туда 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 то есть присед неправильно надо плавнее было посидать а я немножечко пожестче как заходит и туда куда-то вперед пульнул и у всех сначала так возглас удивление вот это на грудь взял раз полупресет только хоп толчок затянул ну такая вот ерунда ага я же это я же я же это я же анализ синтез все сразу перестроиться на этот на этот гриф вторым подходом я беру плавненько приседают так адик вытолкнул есть остается один подход я хотел как раз третьим на 200 килограмм то надо было на 4 попросить подход ну ладно со 180 я заказываю 190 цепляю на грудки встаю дик также плавно присел вытолкнул все нормально ну подходы кончились но надо было попросить 4 там для себя люди были свои засчитать не засчитали но по крайней мере ты был готов тогда хорошо вот я вышел из этих разного рода травм там закачал стал еще сильнее первую очередь самому себе доказал что ты там на чё-то способен хотели кстати меня на этих соревнованиях шахты позвать опять на свою срочку я отказался выгоняет а потом опять берут не хочу и я там спартаке побыл и потом я еще толкнул 197 килограмм двести два с половиной сделал на грудь мимо возможно надо было пищу как-то позаниматься но что-то такое наступило знаете что вот ты вроде как исчерпался на самом деле ну кто его знает вот сейчас рассуждаю вот сейчас я понимаю что только были подготовлены связки и суставы для того чтобы уже идти за 200 килограмм рвать за 160 килограмм то есть у меня лучший результат руки 160 причем там как с пушки я вырвал их 197 в тоже толкнул легко и просто 202 на грудь взял легко что эти сказали дал с этого веса и начинать надо но но вот закончилась и возможно что-то было упущено в спортивном плане дальше потому что сколько там не было где-то сах какой вот 78 по моему 79 не было не было это 24 25 лет да вот это то есть самый такой расцвет для тяжа еще там набирайте пошел пошел бы ну ладно то есть возможно спорте были упущены потому что техника появилась и понятие появилось все как что делать и как выступать на соревнованиях появилась и подготавливаться все а сейчас вот что возможно я закончил еще вовремя потому что возможно были вещи травмы еще что-то там было бы такое что я сейчас бы был бы еще более худшим состоянии нежели я данный момент нахожусь вот что касается там качание ног качание еще чего-то все уже было все уже было все уже было что касается спорта самое там как бы удивительное что занимаешься там кто-то там что-то там разминается стоит там на штаны 50 килограмм а ты подходишь без всякой разминки одну руку опу вывал 50 60 70 нормально одной рукой лишь вот 80 я вырвал стойку много тоже уже такой солидный вес стойку вот 90 я перебросил через себя вырвал где-то в полусет потому что тут уже нечто совершенно иное вот хотя сейчас вот ковача встретил можно я помню 90 килограмм говорит 90 килограмм но фиксации то не было вырвать то и вырвал она просто там прокрутилась и фиксации не было ну если надо было там я бы и порвал но это так баловство было пробы разные отчеты там можешь потом вспоминает что говорит я уже забыл сколько подтягивался с весом когда мне был под 110 до того что суэта 20 раз подтягивался мы с тобой мы подтягивались ты 20 раз потянулся ему поболее и с весом 50 килограмм вот я уже забыл этот случай где ты потянулся пять раз ну чё вполне хорошие результаты и что я хорошо помню после того как я все это там подбрасывал веса и весил поменье я подтягивался на левой и на правой руке на одной вот и теперь что то что то было но это опять таки доказывает показывать но вот в руке посмотрел что это мало просто-напросто все это дело вспомнить вспоминается довольно таки быстро и можно там поднимать ну там вдобавок тут потолок не позволяет но это не в том дело а дело в другом что ты можешь дернуться и переломиться пополам там где вообще ты не ожидаешь вот сегодня я смотрел соревнования павел там наконечный из украины тяга там сколько 415 усарычева чемпионат был он приехал выиграл там машинку и вот он так потянул и показывает такая хопа какой какой-то стоял так правый бивень а правый бицепс раз и оборвался у него и было заметно вот он такой длинный вот он карас он так и сразу же в два раза укоротился во время видео все травма ну и чё и чё вот так вот теперь там операция не пираться еще там что-то там такое и делали и не делай вот немножечко свое вспомнил и пояснил посетителям канала почему же тут такими вещами экстремальными не занимаюсь опять-таки вспоминаю леонида тараненко вот это ему задает вопрос слушай а вот это силовой экстрим там тягу сделать или еще какая там тяга какой там экстрим то есть уже все было столько перетяга настолько там всяких всяких занятий сделано получено столько различных там трав что все это экстремально вот действительно может просто напросто переломить человека пополам где-то при очередной тяги приседания или еще чем не так вот поэтому без экстримов в охотку вот это очень хорошее слово в охотку доброе здоровье в охотку позанимался аппетитик нагулял кровь прогнал вот лимфу естественно там прокачал провертел ее и совсем другое дело глядишь и в интимном отношении так сказать желание появилось а вот все что то все что то все что то зависит от нас с вами не будет очень хорошо вот этого я и придерживаюсь чтобы было ясно и понятно ну что на этом как то я чувствую иссяк творческий импульс выговориться это дело хорошее вот выговориться потому что в себе держать не надо держим держим и потом получаем какое-то непонятное напряжение которое выливается в то или иное недомогание и прочее 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 действительно погодка отличная великолепная время подошло к концу час прошел четыре с половиной километра отлично на благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению доброго здоровья до новых встреч